Самый дорогой для нас человек в нашей жизни это, наверное, мама. А значит, самый дорогой человек в жизни мамы это, конечно, бабушка. Для нас она еще дороже бабушка. Именно так называется композиция, которая прозвучит в исполнении Николая Расторгуева и Екатерины Гусевой. Бывает, что жизни не балует, бывает сплошной переплет. И только лишь добрая бабушка, и только лишь добрая бабушка, И только лишь добрая бабушка утешит тебя и поймет. Мы все для нее дети малые, примчишься сквозь ветер и дождь. Ладони ее исхудалые, к губам осторожно прижмешь. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, баба Полина. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Нина Марина. Бабушка, 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 я люблю тебя. Расскажешь про тайны укромные, Твороны, потали, бои. Мы все для нее внуки родные, Мы все для нее внуки родные, Мы все для нее внуки родные, За каждым сердцем болит. Для каждого слова хорошие найдется вечерний чайков. И скромный гостиниц положит нам дорожную сутку тайков. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, баба Полина. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Нина Марина. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. У бабушки комнатка светлая Глаза в мире ласта венек Молитвы ее беззаветною Я с детства хранил и согрет Глядит на меня, улыбается И ходики тихо-тих-тах Отрада моя, здравствуй, бабушка Прости, если что-то не так Бабушка Соня, бабушка Лида Бабушка Лида Бабушка, бабушка Я люблю тебя Бабушка Зоя, бабушка Нина Бабушка Таня, Лида Бабушка Таня, бабушка Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя, бабушка АПЛОДИСМЕНТЫ Почему выбор пал на песню про бабушку, а? Не про маму, не про любовницу, как вы любите обычно, Николай. Ну кто еще споет так про бабушку, если не мы? Катя, вы просто такая няша, просто мими. Спасибо вам большое, девочки, спасибо вам большое. Я надеюсь, что буквально через несколько лет, когда каждая из вас будет выступать здесь уже сольно, я старенький буду вести ваш концерт, да? Как тебя зовут, иди сюда, а? Аня, да как фамилия Аня? Аня Заяц? Ты уверена? Или это папа креативил просто, а? Представляете, да, я выхожу, сейчас я, вот встань сюда, я тебя объявлю, ты красиво выйди, вот как Катя. Всем привет. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Нагиев. Я объявляю народную артистку России Катю Заяц. Прошу. И давай как звезда, пошла. Здрасте. Катя, у вас у всех большое будущее, и мы желаем вам, вот мы взрослые дяди и тети, желаем вам жить в большой, красивой, счастливой стране. Я правильно сказал, Катя, да? Мы и себе этого желаем, но вам в особенности. Спасибо большое. Чуть было детям не сказал, прошу в бар, прошу в молочный бар. Давайте, девочки, чешите отсюда. Господа, члены Компетентного, пришло время обсудить. Михаил Боярский. Вы знаете, господа, очень сложно обсуждать песню, которая попадает тебе в сердце, и после этого немножко мешают спазмы в горле, потому что у тех, у кого есть бабушка, а еще больше у тех, у кого ее уже нет, сжимается сердце, и такие приятные и грустные, щемящие воспоминания тебя посещают, что говорить-то и не хочется. Все сказано в песне и в исполнении нежном, тонком, продуманном. Тема выбрана такая редкая, и она так точно попадает в то место, которое не так часто затрагивается. Поэтому, конечно, 10 баллов. Виктор Дробович. Ну, во-первых, исполнение великолепное. Екатерина показала, что она профессионалка, такая же, как и Николай. Замечательная картинка, замечательная постановка, детишки, все к месту. И спасибо вам, что вы подняли эту тему, что вы напомнили всем о бабушках. Было бы больше, поставил бы больше, а так 10. Владимир Матецкий. Мне очень понравилось то, что у Катерины какие-то прозвучали обертона вот песен 50-х годов в голосе, что было для меня удивительно. Это очень точно попало в характер песни. Что касается Николая, то вот его теплый этот тембр, душевный, он просто вот в точку попадает на таком материале. Поэтому моя оценка 10 баллов. 10 баллов, спасибо. Спасибо. Елена Образцова, прошу. Песня наивная, нежная. Я вспомнила, когда увидела ребятичика, вспомнила, как я в первом классе ходила во дворец пионеров, и с этого началась моя творческая деятельность. А что вы там сделали? Я пела во дворце пионеров в хоре, да. Пришли мы с двумя подружками, их взяли, а меня не взяли. И сказали, я так рыдала, сказали, ну хорошо, мы тебя условно берем, пока ты не выучишь слова какой-нибудь песни. Потому что я... Собственно говоря, Елена Образцова отомстила спустя несколько лет этим подружкам. Сегодня они пришли втроем. Елену взяли подружек нет в жюри. Умницы сегодня пели хорошо, и Екатерина сегодня пела хорошо, и чистенько. И на радость всем бабушкам, конечно, 10. Спасибо большое. Ну, мы слушаем вас. Катюш, расскажи, пожалуйста, что значит для тебя твоя бабушка, которую мы все видели на экране. Во-первых, я привет хочу ей передать, бабуль. Ты меня смотришь, не спишь. Жива, здорова бабушка, да? Вот, привет тебе. Дай бог здоровья. И я счастлива, что действительно у нас есть такая песня, которую, наверное, петь не модно сейчас. И взрослые люди, прабабушек, в принципе, не поют. Это уместно там в детском саду или в школе. И это счастье, что на самом деле это не так, что у группы Любе есть такая песня. Николай, расскажите о вашей поддержке сегодня. Группа «Мобильные блондинки». Здравствуйте, девушки. Спасибо, девушки, что поддерживаете. Вам понравился номер, скажите. Просто вот я сидела и реально чуть не заплакала, потому что сразу вспоминаешь своих бабушек. Очень хочется быть сегодня рядом с ними, поздравить их. И правда, спасибо вам большое за эту песню.